Всем привет! Меня зовут Катя. Вещаю я вам из города Минска. Я в магазине Конте и здесь 15% скидки. Мне подарили сертификат на 100 белорусских рублей. Я решила посмотреть, что же здесь представлено. Цены довольно-таки бюджетные, как вы видите. Я оставлю курс, перевод доллара в белорусские рубли. И, конечно же, приветствую вас из примерочной, естественно. Здесь можно сделать селфи. Все комфортно, удобно. Я в торговом центре галереи. Вообще, Конте можно найти во многих торговых центрах. Очень люблю этот белорусский бренд. Они стали известны, начиная с колготок. Сейчас у них просто потрясающие вещи. Коллекции и весенние, и летние, и осенние, и зимние. И начать я хочу именно с джинсов. У меня, представляете, до сих пор нет вот таких вот брюк или джинс с вот этими вот разрезами впереди. Мне этот тренд очень нравится везде. Обратите внимание, в джинсах, которые тянутся, есть вот эта вот ликра. Также рекомендации, как ухаживать за темными джинсами. То, что не нужно их стирать с другими вещами, чтобы они не покрасили. И стоят они 118 белорусских рублей, 19 копеек. Я взяла на всякий случай вот 46 размер, побольше. Буду примерять. По бедрам 98, рост 170. У меня рост 174, по бедрам где-то 97. Вот показываю разрезики. Все сделано довольно-таки качественно. Я люблю джинсы Конте. Мой опыт по носке джинс Конте у меня есть облегающие. Очень хорошие, удачные. И я оставляю только хороший отзыв на джинсы именно. Мне нравится их носить. Также мне очень понравились базовые вот маечки. Вот хочу показать вот эту маечку. Она стоит 146 белорусских рублей 69 копеек. Но сейчас скидки. Это дороговато. И мне не нравится вот эта верхняя заклепочка. Какая-то она поцарапанная. Это не свойственно Конте. Не знаю почему. Может лежали две кофточки вместе, потерлись друг от друга. Я взяла на всякий случай в двух размерах эти кофточки. И S и M. Хочу сравнить, как они будут смотреться. Я все-таки вот нас оверсайз расслабил. И я люблю, чтобы посвободнее. Чтобы не сильно в облипон была кофточка. Хотя я размера S. Здесь 96% как видите вискоза. Остальное это эластан. Довольно-таки хорошее качество. Натуральные материалы. Вискоза дышит. И также эта кофточка. Она представлена еще в другой расцветке. Вот такой вот бежевый. Сейчас это трендово. Вот такие вот телесные оттенки. Тоже стоит она 46,69. В размере M взяла. И здесь уже вот эти вот кнопочки-заклепочки. Они не поцарапаны. Все в порядке. И также не удержала. Взяла такую кофточку корсетного вида. Но она коротенькая. Топ такой. 44 размер S. Но так как корсетный вид, лучше взять уже S. Все-таки здесь вот эта кофточка должна облегать. И вот уже на мне и джинсы, и черная кофточка в размере S. Видите, она смотрится идеально. На мой взгляд, и джинсы сели хорошо. Но они не большеваты, как ни странно. То есть у меня бедра 97-98. Раньше были 96, я поправилась. И вот как они смотрятся. Они смотрятся вообще идеально. Хорошо они смотрятся. И не видно, что они мне большеваты. Но они большеваты. Поверьте, я люблю, чтобы было расстояние между телом и джинсами. И вот решила померить кофточку уже побольше. И мне в размере M уже больше нравится. Как-то она лежит не так сильно в облипон. Но вообще кофточка нереальная. Она худит. Я не такая худенькая на самом деле. И решила померить еще в таком вот бежевом оттенке. Или кофе, сильно разбавленное молоком. Или даже чай, разбавленный молоком скорее. И вот так вот она смотрится. Тоже так вот как-то уютненько, по-домашненькому, трендово. Трендово. Мне нравится она. Я всегда на девушек обращаю внимание, когда у них кофточки именно такого телесного цвета. И переходим к следующему топу. Который мне очень понравился. В размере S. Корсетного типа. И он смотрится идеально. Я даже не решила, то есть не мерить, не примерять размер M. Мне понравилось, как на мне лежит именно размер S. И вот я думаю, в каком оттенке мне лучше взять кофточку. В черном или в телесном. Как думаете вы? Вот что именно вам больше нравится, я никак не могу понять. Потому что в моем гардеробе мало вещей телесного оттенка. Мне как-то в них некомфортно, как будто я голая. Решила примерить еще одни джинсы. Они очень дешевые. 71 белорусский рубль, 99 копеек. Ну, для белорусских джинсов это нормальная стоимость. Но они на скидке. Такие серые, потертые. Тоже здесь вот можно посмотреть, как они выглядят. То, что это добавка здесь идет ликры. И вот такие вот карманчики. Мне нравится вот эта вот изношенность. Вот такие вот, то есть нижняя часть. Также очень важно посмотреть и на заднюю часть. Это же очень важно, как будет выглядеть попа. Скини, высокая талия. Я обожаю джинсы именно с высокой талией, с заниженной талией. Хочу даже вот избавиться от всей своей коллекции джинсов, в которых занижена талия. И вот так вот они смотрятся. Ну, вот мне больше понравились те черные. Мне казалось, когда я примеряла, что эти джинсы меня как-то толстят. Но сейчас смотрю, они придают как-то фигуре такую вот округлость. Хотя я не страдаю тем, что у меня малый таз. У меня попа довольно-таки так выделяется. И вот так вот выглядят с сапогами эти джинсы. Тоже неплохо смотрятся. И я все вот решаю. Брать мне эти джинсы, не брать, какие лучше. Ну, как-то они, на мой взгляд, как-то старомодно смотрятся. Хочется все-таки черных с разрезами. И не могла я упустить вот такие вот базовые шортики. Уже давно Конто с прошлой весны выпускают шортики. Я отслеживаю этот момент. И мне нравится то, что у них классные такие модели. 53 белорусских рубля 39 копеек. И я взяла в двух размерах. М и С. Чтобы сравнить, что мне надо. Вот как они сядут на мою попу. Потому что это первые шортики, которые я меряю от Конто. И вот так вот подробненько показываю. Размер С. Тоже тут бедра 94 рассчитаны. И вот начинаю с более просторных. И вот так вот выглядят они. Неплохо они смотрятся. Мне нравится, как с этим топом. То есть живот не сильно торчит. Умеренно. Ничего лишнего не выпирает. И те, кстати, шортики были более облегающие. Размер С. А это я решила померить размер М. И тут видно, что они мне большие. Что-то не то. Как юбочка смотрится. Я долго думала, какие же мне шортики. И так, и так смотрю в это зеркало. Кстати, извините, зеркало немножко вымазанное. Это в магазине такое зеркало. Там стояла очередь. И вот я решила еще примерить шортики именно с моим кардиганом. Жакетом. Я неправильно выражаюсь. Не пиджак, а жакет. Женский пиджак. Это жакет. И вот посмотрите. Я не удержалась. Решила взять джинсы поменьше. Черные с разрезами. Вот их стоимость. И хочу померить все-таки размер С. Опять показываю эти разрезики, которые меня и покорили. И вот так вот смотрятся джинсы на размер меньше. Уже лучше они смотрятся. Они не топорщатся. Все как надо. Нигде ничего не торчит. Они как-то так вот фигуру делают более стройной. Это на мой взгляд не только из-за черного цвета, а из-за удачных лекал. Мне очень нравятся лекалы. Даже вот танцую танец с живота. И примеряю также с жакетом своим. Тоже смотрится довольно-таки современно. И я уже собиралась уходить. То есть я купила то, что мне надо. И тут не смогла удержаться. И захотела померить этот костюм. Вот тянет меня на эту цветовую гамму. Может меня бледнит этот цвет. Я не знаю. Но я не смогла пройти мимо этого костюма и не примерить его. Мне нравится, как здесь выполнена вот эта вязка. У меня нет такого экземпляра. Стоит довольно-таки дорого. 100 белорусских рублей 99 копеек. И я вот думаю. Состав 90% вискоза, 10% полиэстер. То есть хороший состав. Присутствует разрез. И также есть еще в других оттенках этот костюм. И вот я не удержалась. Представляете, даже без бюстгальтера примерила. И как-то вот достойно смотрится. Я девочка, которая ржала уже два раза. И даже вот без лифчика неплохо смотрится. И вот я монтировала. И думаю, ну покажу мужу, что вот мне понравился этот костюм. Он говорит, почему он тебя до сих пор не в гардеробе. Я так удивилась, что ему понравился этот костюм. Мне казалось, что он подчеркивает мои недостатки этот костюм. Ну вот сейчас смотрю при монтаже. Как-то и живот не торчит. И бедра как-то сильно не выпирают. Очень неплохо лежит этот костюм. Хотя он по идее должен выделять все недостатки. Также не удержалась. Давно засматривалась на вот эти вот олосины. Вот именно с такой верхней частью. И они сейчас на грандиозной скидке. И вот решила их примерить. И неплохо они лежат. Но мне не нравится. Как-то они утолщают. Какой-то живот кажется толстым. На мой взгляд. И вот они очень дешево стоят. То есть 38 или 36 белорусских рублей. Есть недостаток. Видите, вышла нить. Это в первый раз я такое вижу у конта. Может быть от большого количества примерок уже нить лопнула. Ну и вот решила я примерить еще эти штанишки. Это я примеряла в размере М. Еще померить в размере С. Они без брака. Ну то есть без вот этой нитки. И тоже вот показываю, как спереди смотрятся. Ну неплохо они смотрятся. Натянула я их повыше. Но поняла, что мне не нравится такой верх. Вот все-таки как полезно примерять. Надо все примерять, чтобы потом не думать о вещи. Всем привет! Меня зовут Катя. И сегодня я хочу показать вам мои покупочки из магазина Конта. Вы видите, как я долго выбираю одежду. Я всегда подхожу очень серьезно к выбору. Особенно базового гардероба на весну. Честно, я никогда не задаюсь целью собрать базовый гардероб на весну. Я даже не просматриваю ролики у девушек. Я понимаю, многие дают дельные советы. Но у меня в гардеробе все есть, чтобы радовать себя весной. Но некоторые вещи мне иногда нужны. Они вот нужны все-таки как база. Это такие вещи, как, например, серые или черные джинсы. Какие-то трендовые. Или какие-то бежевые вещи, молочные вещи. Ну и в Конте в последнее время очень хороший ассортимент именно базы. Все мы знаем Конте по колготкам. Они тоже будут участвовать в этом ролике. Как же без колготочек Конте. Также в Конте замечательное нижнее белье. Женское. Оно интересное, красивое и базовое. И даже вот модели трусиков я не нахожу в других брендах. Таких, как, например, Интими Семи, Этам. Которые представлены у нас тоже на нашем рынке белорусском. В любом торговом центре. Но вот почему я делаю исключение для Конте. Потому что там натуральные материалы. Потому что там довольно-таки доступные цены. Потому что это наше известное белорусское качество. Ну и также не нужно забывать и о носочках Конте. Также они еще начали делать и белье, термобелье. Сейчас это не актуально. Но это есть. Поэтому, если мне нужно вот просто так себя порадовать. Или даже сделать кому-то подарок. Я даже могу приобрести сертификат. Кстати, мне в этот раз очень повезло. Почему мои ножки пошли именно в Конте. Да потому что мне подарили сертификат. Аж на целых 100 белорусских рублей. И несмотря на то, что у меня очень много джинс. Я не смогла устоять перед джинсами. Да, я не отметила еще одну знаковую одежду от Конте. Это естественно их лекало джинс. Это просто нечто невероятное. Особенно на среднестатистическую, белорусскую, русскую, украинскую девочку, славяночку. Просто модели идеальные. Единственный недостаток у Конте. То, что они не шьют одежду на девушек с формами. Это единственный их недостаток. Потому что, например, у меня мама, девушка с формами. Она бы с удовольствием отоварилась бы в Конте. Но вот так вот получилось. Так вот у них почему-то сошли звезды. То ли это трудно в реализации, я не знаю. Если вы смотрите меня Конте, ответьте мне на этот вопрос. Хотя я девушка не с формами. Но никто не застрахован от появления форм. Это тоже очень красиво. Нужно одеваться, любить себя в любом виде. Ну и вот мои покупочки. Я доплатила еще 100 рублей. Сказала мужу, что я потрачу сертификат. Но вот как-то мне в этот раз поперло в Конте. Вот просто поперло. Не знаю. И так как я очень люблю джинсы. Я джинс эдикт. То есть помешана на джинсах. Я купила трендовые джинсы. Я все-таки купила эти черные джинсы. Скини хай уэйст. То есть скини, облегающие. Высокая талия. 94 по бедрам. Как ни странно. У меня чуть больше. И рост 170. Рост у меня тоже больше. 174. Но лекала вот этого размера очень мне подходят. Значит вот так вот выглядят эти джинсы. Вы может быть и поняли по предыдущим роликам, что я по-любому выбрала эти джинсы. Я в подробностях показывала, что это за джинсы. Естественно я покажу в примерке, как выглядят эти джинсы на мне. И тем более у меня нет джинсов именно вот чтобы было посередине внизу вот эта вот прорезь. Хотя я на одних джинсах голубых сделала эту прорезь. У меня есть джинсы клеш. Мне захотелось вот купить джинсы именно чтобы они были не сделаны мной эти прорези. А чтобы они специально были разработаны. И мне безумно понравилось как эти джинсы лежат на мне. Это мои уже не первые джинсы. Даже это видео я снимаю в джинсах, которые приобретала где-то осенью. И вот я подымусь, я снимаю звук. Да, у меня вот такие темно-серые джинсы. И кстати тоже с разрезами по бокам. Вот такие вот джинсы. Я их очень люблю. В них очень удобно. Что нужно знать, когда выбираете джинсы в конте? То, что у них неплохие джинсы. Вот почему я отдаю предпочтение в последнее время именно джинсам конте? Во-первых, я сказала, это лекало. Второе, это то, что хорошее качество. О нашем белорусском качестве многие знают. И даже джинсы у нас качественные. Но если выбирать джинсы, то лучше конте. Значит здесь состав сырья 87,5% хлопок, 10% полиамиды, и 2,5% эластан. Вымытый черный называется этот цвет. Очень мне нравится, как они называют эти оттенки. Также здесь всегда есть такая вот бирочка, ликра. Это означает, что содержит фибру ликра специальную, которая хорошо как бы ощущается телом. Наверное, я так понимаю, тянется эта джинса. И также эти джинсы экофрендли, то есть созданы забота об окружающей среде. Это обязательное условие. Тоже есть такая бирочка. Что это означает? То, что уменьшили потребление воды во время производства, сократили расходы электроэнергии, ограничили количество химикатов. Вот такие вот потрясающие джинсы со всех сторон. У них только достоинства, и я думаю, что они будут так же прекрасно носиться, как и мои. У меня есть голубые джинсы, облегающие скини. Просто такие классические скини. Должны быть такие, особенно летом, весной. Вот эти джинсы я показала серые. Они такие клёш с разрезами по бокам. Смотрите мои видео. У меня есть плейлист, посвященный только Конте. Потому что я вот ношу, я снимаю то, что ношу, от чего получаю удовольствие. И вот Конте мне не стыдно порекомендовать. Я знаю, что у них превосходное качество. Бывает, что от излишних примерок, там у них и нитки выходят. Я была удивлена, что вот одни я мерила леггинсы, и там вышли из шубов нити. Это меня очень удивило. Это я в первый раз такое встречаю, такой нелицеприятный факт. Ну, может быть, кто-то с большим размером примерял эти леггинсы. Всякое может быть. Конта может быть и не виноваты. Но это встретилось. Ну и вот это у меня такие первые джинсы со швами впереди. То есть здесь шов впереди, и здесь шов впереди. Естественно, они смотрятся очень неплохо по фигуре. И за счет того, что есть разрезик, они удлиняют ножку. Ножка кажется бесконечной, на мой взгляд. Я решила записать примерку именно этих джинсов со звуком. Просто они мне так понравились. Посмотрите, как они смотрятся. И издалека, как красиво эти разрезики, подчеркиваю, джинсов. И вблизи очень удачное лекало дизайн. Просто в восторге. Я давно искала именно джинсы вот такие вот. Долго не покупала. У нас много джинс. Именно вот с этими разрезами. Молодежь ходит. Можно в разных брендах подобрать себе такие джинсы. Но я люблю лекало именно Конте. И вот именно Конте сделали идеальные джинсы. Как видите, и в пир, и в мир. Они очень хорошо подчеркивают фигуру. Удачно сидят. Не ожидала, что найду такие удачные джинсы. Показываю со всех сторон. И как они сзади шиты. Все в них великолепно. И лейбель все продумано. Именно такие базовые черные джинсы. Но с такой перчинкой. Ой, супер. Я в восторге. Вот можно посмотреть снизу. И вот с обычными туфельками, лодочками. Или можно даже сюда что-то грубое надеть. Ну, очень мне понравились джинсы. Следующая вещица. Следующий, как я люблю называть, элемент, который я купила. Это, естественно, вот такая вот кофточка. Тоже, кто меня давно смотрит, и даже видно по мне, что я люблю разные вот такие вот, знаете, вырезы. Или вот такие четырехугольные. Вот нравится мне это направление. Мне нравится, как именно вот такие вот разные вырезы, они подчеркивают ключицы, показывают какую-то женственность, или красоту женского тела, или хрупкость женского тела. Даже вот сейчас я не загорелая. По идее, не нужно тут уже сильно оголяться. Но все равно как-то смотрится, знаете, я похвалю себя аристократически. Вот я же себя смотрю на камеру, и мне кажется, даже вот эта кофточка не Конте, это Алиэкспресс. Но вот я сейчас вам покажу кофточку. Это жарко носить будет мне весной и летом. Только, может быть, ранее весной. А вот эту я купила такую вот маечку именно на весну, лето, когда жарко. Я долго думала, какую же мне выбрать маечку. Может быть, я еще куплю и те с такими заклепочками. Уже очень мне нравится этот дизайн. Она лежит удачно, выигрышно. Но вот я все-таки купила так вот, модно-молодежно. Решила в эту сторону. Тем более я давно хотела такой вот топик, типа корсет, ну, чтобы он не сильно ужимал. Я не сказала стоимость джинсов. Джинсы стоили, кстати, 118 белорусских рублей 19 копеек. У них там были скидки. Кстати, у них часто бывают скидки. Можно и на сайте заказывать. Я ссылочки оставлю. Также эта кофточка, они ее называют джемпер женский, стоит 46 белорусских рублей 69 копеек. Мне кажется, для такой кофточки может быть дороговато. Но здесь тоже очень много так труда затрачено, чтобы разработать такой типа корсет. Я покажу, продемонстрирую, как эта кофточка смотрится на мне. Значит, это размер, как ни странно, S. Те кофточки с заклепками я бы купила в размере все-таки M. Росту 70, обклад в груди 88. S-очку купила, потому что здесь как бы она должна все-таки облегать, лежать по фигуре. Шито здесь все аккуратненько, везде все швы, никаких ниток не торчит. Также состав 98% вискоза, 2% эластан, то есть натуральный состав. Единственное, девушки мерили, и были пятнышки, кто-то дездорантами пользуется, но ничего. Я уже в нетерпении хочу отрезать все этикетки. Кстати, в наборе идет кусочек ткани, всегда конта прилагают, и кусочек ткани, и какие-то пуговицы, если они идут в состав. И переходим к следующему элементу, который я хочу вам показать. Это шортики. Я все-таки их купила. Я думала их не покупать. Получилось, что я сертификат потратила, и плюс доплатила 100 рублей за счет того, что купила кофточку, вот эти шортики, и еще колготки. Ой, какие колготки, смотрите далее. Значит, шортики я купила вот такие вот. Черные, вот просто я так поняла, что у меня нет базовых черных вот таких вот шортиков, а эти шортики можно носить и с каблучками, и с красными туфлями, о которых я мечтаю, которые планирую купить, или вишневые кожаные. Хочу себе туфельки, лодочки. Прям насмотрелась этого фильма «Дневники красные туфельки». Я хочу себе красные туфельки. И вот эти вот черные шорты, они будут смотреться хорошо и с туфлями, и лодочками, и с кроссовками, и можно какой-то худи, и майку одеть. То есть эти шорты на любой, на любую, можно создать, любой образ. Должны быть такие базовые шорты. Я долго думала, у меня есть черные джинсовые шорты, у меня есть юбка-шорты. Ну вот нужны были мне такие базовые, трикотажные шортики. А у Конте, кстати, можно подобрать и костюмчики, такие базовые. У них юбки есть, из такого материала. Я не обозначила. Эти шортики стоили 53 белорусских рубля, 39 копеек. Размер S все-таки я взяла, 44 размер, росту 70, а фад бедер 94. Вы видели, что эмочка как-то на мне болталась. Это очень странно, потому что я хочу потерять 2 килограмма, и обычно эмочка на мне неплохо смотрится, но как-то странно. Это хорошо, меня это радует. И здесь также помечено, какой состав, 83% хлопочек, 17% полиэстер. Перед первой ноской изделие необходимо постирать, использовать жидкое средство без щелочи, стирать с одеждой похожего цвета и возможной миграцией цвета. Также вот такая вот отметочка, кстати, в первый раз такое читаю. Молодцы, что предупреждают об этом. Это очень приятно. Также здесь кусочек этой хлопковой ткани, есть какая-то дырочка, может быть, зашит. Made in Belarus, Конте, все как положено, все как мы любим. И я, вот, люблю я одежду Конте. Как-то она меня просто, знаете, придает мне каких-то эмоций, вдохновения. Мне уже хочется надеть эти шортики с колготочками. И плавненько переходим к колготочкам. Я вам, естественно, покажу в примерке эти колготки, потому что я все свои колготки сносила. Представляете? И я хотела купить базовые колготки, а купила фантазийные. Сейчас вы увидите. И также я скажу стоимость колготок, именно фантазийных. Они идут подороже. Значит, первые будут колготки, это вот такие вот. Видите, какая у них крутая просто упаковка. Нереально. Я обалдет. Колгота Конта, вот фантази. И я очень люблю дотс. То есть, колготки в горошек. Это моя слабость. Я ношу колготки в размере троечка. Здесь есть также график, где можно посмотреть в зависимости от роста и веса подобрать себе размер. Это очень удобно и всегда вы попадете. Вот 100% практически даю. Ну ладно, там 99,9%. Но у меня троечка Нера, 80% полиамид, 20% Эластан. И это лимитированная коллекция колготок фэнтези. Это неповторимый дизайн, последние тренды и безупречный стиль. Эксклюзивно в магазинах Конте. Я давно люблю их колготки и даже редко стала заходить например в другие магазины, потому что Конте это всегда качество, это всегда нормальная цена, но вот с фэнтезиной да, они подороже. Здесь вот такой вот вкладыш, девушка в колготках, написанная не думая о колготках. И я не сказала еще самое главное сколько это Дэн. Почему-то сколько Дэн здесь не написано 30 Дэн. Это хорошо, потому что 20 Дэн я сразу когда надеваю могу порвать. И здесь вот такая вот такой вот рисуночек, чтобы колечками своими не порвать. Вот. И у меня вот именно колготки в горошек они носятся очень долго. Как ни странно, особенно видите, здесь такая идет и сеточка мелкая, и вот эти дотс горошинки. Ой, я так люблю. Это любимый вид моих колготок. Поэтому вот и купила. Значит, стоили они 16 белорусских рублей 99 копеек. Были скидки, мне они достались минус 2 рубля 55 копеек. Говорю в подробностях, кого интересует именно стоимость. Вторые колготки тоже очень интересные. Давно у меня не было колготок вот с такими надписями. И решила тоже приобрести. Тоже взяла троечку. Это м-очка размер. Тоже из коллекции женских фантазийных колготок, леггинсов и челков. Великолепное дополнение. Стоит 14 белорусских рублей 99 копеек. Минус скидка 2 25 белорусских рубля. И конечно же везде значок стоит опять вот этой ликры. Они этим очень гордятся. Ну и у них была мода вкладывать какие-то рецепты, но мне это не очень нравилось. Сейчас они вкладывают вот такие вот интересные картонки, то есть не думая о колготках. И действительно если на ногах колготки конте, то они очень редко рвутся и они такие долго играющие. Особенно для тех, кто каждый день носит колготки, то я советую тем более покупать конте. Я равных им не знаю. И здесь вот такой рисунок. Естественно я все покажу в примерке с этими шортиками, потому что у меня других колготок нет. Я стояла долго и думаю, ай, такое настроение хорошее, не буду искать обычные классические, матовые, у них еще есть матовые черные. Возьму такие фантазины, ну сколько какой-то жизни. Буду с шортиками носить, сапожками высокими, и все будет чудесно. Пока холодно, буду с сапожками, потом потеплеет, буду например с туфельками, и все замечательно. Вот такие вот у меня покупочки образовались, покупочки подарочки, то есть не просто так я побаловалась, ну вот докупила. Ну извините за состояние пакетика, да, у них вот такие вот крафтовые пакетики, тоже разные здесь какие-то типа татушки, да, у них фишка, у них и белье можно подобрать с татушками. Кстати, любимые мои трусы это тоже конте, особенно вот кто приверженец классического кроя, они вот на меня очень хорошо ложатся, долго носятся, у меня даже спрашивали под видео одним, а конте как носится трусы, прекрасно носятся, трусы, у меня и шорты есть, и велосипедки, и топы, все замечательно стирается, все долгоиграющее, нареканий у меня на качество нет, если у меня будут какие-то нарекания, я обязательно это скажу, потому что у меня честный обзор, неоплаченный обзор, просто делюсь, то что мне подарили сертификат, и мне нужно было его материализовать, решила побаловать себя, купить джинсы, и докупила шортики, колготочки, и топик, топик, просто вот люблю такие топики, пишите, какие магазины ваши любимые, какой трикотаж вы носите, какие колготки носите, мне будет очень интересно почитать и встретиться в комментариях, потому что лучше колготок конта, вот честно, нет, по моему мнению, я даже, ну вот, у меня даже нет в голове идеи, вот взять и попробовать ради интереса другой бренд, нет, я пойду в конта, и тоже касается джинсы, очень удачная рекала, давайте же встретимся в комментариях, всем желаю самое главное здоровья, подарочков, подарочков, и еще раз подарочков, ведь сейчас всего хочется, все расцветает, все красивое, поэтому всем красоты, здоровья, гармонии, самими собой, с природой, чтобы все было зашибись, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok